Вот свет получается. А, он дома включается, и здесь эта лампочка выходит. Вон она. И, в общем-то, хорошо. И вы включали, да, уже всё? Да, это место освещалось прекрасно. И вот, а здесь мы вообще поставили хорошую новую лампочку, но мы её вчера здесь не включали, но не было нужды освещать. Ага. Ага. Ну вот, всё равно хорошо. Дворик освещается. Всем привет. Доброе утро. У нас сейчас на градуснике 5, даже меньше, наверное, градусов. Сегодня была прям изморозь на травке утром, нос красный. У нас случилось радостное событие. Я нахожусь сейчас в станице Варениковской. Мы купили дом. Ура! Мы очень рады. Сейчас я вам его покажу. Дом не новый. Искали мы его очень долго. Попали в такое время. Мы сейчас только начали поиски дома, и буквально за неделю всё выросло в цене. И машины, как раз мы убирали машину себе, и дома, и квартиры. Всё подорожало. У меня вся недвижимость где-то в среднем на 300 тысяч. И, соответственно, круг нашего поиска сильно сузился. И, наверное, последние недели две мы даже уже были в таком отчаянии, что нам придётся просто брать вещи и возвращаться домой. Мы даже в какой-то момент устали от этих поисков. Но потом подвернулся вот этот дом. Работы в нём ещё очень-очень много. Но мы настроены на эту работу. Мы всё равно счастливы, рады, что, наконец-то, наверное, недельки через две уже можно будет сюда заехать и перестать снимать жильё. Всё-таки свой дом. Вот уже стоит наша машинка. Одна рядышком. И вторая. Сейчас покажу вам дом. Вот такая большая придомовая территория. Конечно, не прибрано. Сразу скажу, что это прямо будет вид до уборки. Я снимаю до нашей уборки в доме. Вот он дом. Напоминаю, что мы купили дом в станице Ворениковской. Дом старенький. Конечно, его ещё делать и делать. Но новые мы бы пока не потянули по финансам. И вот здесь вот у нас ещё есть большая достаточно летняя кухня, отапливаемая, с двумя комнатами. И там вот гаражик. Сейчас покажу. Всё ещё не прибрано. Работы очень много будет у нас здесь. Родители сегодня в первую ночь уже ночевали. Я не буду заглядывать внутрь. Когда немножко подприберёмся, тогда уже всё покажу. А, вот сам дом. Дом большой. Четыре комнаты. Я думаю, наверное, квадратов восемьдесят. И вот там вот вход у нас пока. Конечно, мы потом сделаем вход из дома, чтобы был. Не через улицу, на кухню. Пристройка кухни, значит, там внутри. И ванная тоже ещё будем доделывать. Здесь вот виноград ещё даже, смотрите, виноградик висит. Я очень, очень-очень довольна. И дальше пошли сарайки всевозможные. Сарайки все будем сносить, я думаю, за зиму, надеюсь, всё разгребём. Всё-всё, конечно, тут под снос пойдёт уже. И огород. Огород у нас пятнадцать соток. Пойдёмте посмотрим, что тут папа делает у нас. Уже что-то тут напилили, опилок столько. Вот полейница. Полейница делает. Готовый мужик в шашлыки. Мясо у нас теперь есть, да? Да, да, да. Всё такое. Ладно, осталось только мангальчик какой-нибудь соорудить, правда? Да, да, да. Это вы вчера дерево уже срубили, да? Ну, очищаю территорию, но нет. Мы там, я там рубил. А здесь были уже ветки. Понятно. Ну и туда далеко пошёл огород. Он весь заросший. Здесь никто не жил пять лет. Пять лет. Поэтому, конечно, будем долго мы здесь разгребаться. Ну, я думаю, спешить нам никуда. Потихоньку, потихоньку всё сделаем. Смотрите, какое сегодня красивое небо. Всё равно как приятно, что сегодня 15 ноября. Посмотрите, трава зелёная. Никакого нету снега. Я, конечно, не нарадуюсь. Ну, всё посадим потом летом. Весной, весной, летом уже будем урожай, надеюсь, собирать какое-то. Здесь, что ли, пчёлок, наверное, держали. Да, наверное, пчеловодством каким-то занимались. Хозяева прежние. Такие красивые осенние красочки. Здесь троечка с другой стороны. Сейчас ещё здесь нужно будет делать септик. Потому что пять лет не жили, он почему-то у них завален оказался. У нас есть колодец с хорошей водичкой. Тоже нужно его подделывать. Вот такой вот дом. Остальное я не буду много сегодня показывать. По мере того, как мы будем разгребать дом, прибираться, обязательно ещё поснимаю. Как вообще мы искали? И почему так долго у нас всё получилось? Ну, как долго? В течение месяца. Да, месяц где-то мы искали дом. Уже на авито казались все одинаковые абсолютно объявления. В какой-то момент их уже не хотелось совсем смотреть. Вот этот дом попался чисто случайно. Просто ездили уже по станице. Ну, и как-то вот разговаривали с людьми. Наткнулись на женщину. Она оказалась юристом. И она нам показала, привезла вот сюда, в этот дом. Мы, конечно, посмотрели, что его очень много ещё доделок. Но нам сделали хорошую скидку на него. Поэтому мы решили, что лучше самим потихоньку всё сделать. Всё как надо себе. И мы думали изначально, что будем рассматривать какие-то другие районы Краснодарского края. Но пришли всё-таки к выводу, что хотим остаться поближе к морю, поближе к Анапе, к родителям. Всё-таки у мужа родители живут в станице Анапской. И далеко от них уезжать не хотелось бы. Да, и мы здесь уже всё равно столько лет. Мы привыкли уже к этому месту. Вот. Что, значит, можно купить за два с половиной миллиона? И как разнится картинка, когда ты смотришь это на ютубе, на авито, сидя в Красноярске? Или кто-то в другом городе, может, смотрит. Кажется, что ой, какой хороший дом, красивые фотографии. Да, вот этот бы я купил, и вот этот бы домик я тоже купил. А когда ты приезжаешь, смотришь и приходишь в ужас. Да, сначала мы были, наверное, просто в ужасе от увиденного. Дома старые, с трещинами. Некоторые прямо, мне кажется, в них просто нельзя было даже находиться. Не то, чтобы остаться ночевать. Очень старые дома. Один дом даже мы смотрели. От него, мне кажется, не было живого места. Он стоял рядом с железной дороги. И он был весь какой-то такой надутый, вздутый. И весь в трещинах. Хозяева его маломальски подзамазали, покрасили. Привели в товарный, так сказать, вид. Но это не помогло. Мужчины сразу за работу. Дровишки. Дровишек много будет. Ух ты! А я нашла клубнику. Надо ее тоже срочно-срочно. Разгребать. В какой-то момент мы начали рассматривать покупку нового дома. Их продают даже в пределах 2,5 миллиона можно купить. Но это дом, который требует как минимум еще миллиона вложений. И есть для нас еще было важно, чтобы была земля. Потому что мы именно вот хотели своих фруктов, овощей посадить. А новые дома это 4-5 соток. Больше нету нигде. Ну и конечно же... Ой, кошечка. Я побежала, я испугалась. Ну и как правило, в новых домах там нет документов. Дом не введен в эксплуатацию. Нету ни ванны, ни туалета. То есть ты покупаешь просто голые бетонные стены. И как правило, даже за 2,5 миллиона не будет не то что внутренней отделки, а даже внешней отделки. Вот. Поэтому мы не рискнули пока брать новый дом. И все-таки остановились на вот таком обжитом, пожитом варианте. Благо наш дом нас все-таки нашел. Я на этом заканчиваю. И пойду надо помогать семье разгребаться, прибираться. Всего хорошего. В следующий раз постараюсь показать вам дом внутри. Мы уже потихоньку, кстати, начинаем знакомиться с соседями. Люди все общительные. Вот соседи с одной стороны у нас переехали 5 лет из Подомска. Через дорогу у нас сосед переехал из Кемерово тоже, по-моему, полтора года назад. Поэтому, надеюсь, мы вольемся. Так, время обед. А я отмыла первую комнату. Сейчас будем ее сразу красить. Немножко надо будет замазать щели кое-где. Дырочки. Все. Здесь хотя бы чисто. Можно идти обедать. Посмотрим, как тут у мальчиков дела обстоят. Уборка? Ну. У нас мама вообще все подряд жигает. Понятно. Смотрите, выхожу я из дома. А тут уже нет забора. Только что я ходила снимала. Тут еще заборчик стоял и сарай. Говорю, за зиму разберем. Это же мальчишки за час наши разобрали. А еще вот какую находку нашли. Старая коляска. 77 рублей написано. Да, да. Конечно. Так. Ну что, бабуля, ты тут обед приготовила? Конечно, приготовила. Кухонка. Пока такая, да? Ворщок. Ворщок у нас. Да. Сейчас будем обедать. Продолжение следует.